Добрый день! Мы рады, что мы все чаще и чаще собираемся по поводу нейроэндокринных опухолей, потому что за последние 40 лет заболеваемость с нейроэндокринными опухолями увеличилась практически в 6,5 раз. Все-таки связано это с улучшением диагностики нейроэндокринных опухолей, потому что когда мы проводили первый экспертный совет по нейроэндокринным опухолям в 2015 году, то тогда была, конечно, большая проблема в регионах Северо-Западного федерального округа именно с выявлением с иммуногистохимической диагностикой. И доктор для того, чтобы назначить пациенту иммуногистохимическое исследование, должен был написать огромное количество бумаг, после чего этому пациенту проводилось иммуногистохимическое исследование. А так как сегодня мы уже слушали, Анна Сергеевна сказала о том, что нейроэндокринные опухоли – это чистый иммуногистохимический диагноз, и по гистологии данный диагноз ставится это прекрасно, но в дополнение мы всегда делаем иммуногистохимию для того, чтобы считать индекс пролиферации и быть уверены в том, что мы имеем дело именно с нейроэндокринной опухоли. Где же могут локализоваться нейроэндокринные опухоли? Ну, нейроэндокринные опухоли могут возникать в любых органах, где в норме имеются эндокринные клетки. Но чаще все-таки мы встречаем их в органах пищеварительного тракта, это практически 61%, в легких. Все вместе в сумме составляет это практически 90%, и чаще всего мы их видим именно в органах пищеварительного тракта и в легких, но также они встречаются в тимусе, в молочной железе, в щитовидной и парощитовидных железах, почках, яичниках, простате, коже. В настоящий момент есть известные прогностические факторы, которые помогают нам на первых этапах, когда перед нами сидит пациент, и мы назначаем то или иное лечение, то есть планируем. Это локализация первичной опухоли, это распространенность опухолевого процесса, стадии опухолевого процесса, степень дифференцировки, пролиферативный индекс КИИ-67, степень злокачественности, безусловно, возраст пациента и общее состояние, кокс-статус. Очень часто бывает, что пациенты с нейроэндокринными опухолями имеют ряд жалоб, и с этими жалобами очень длительно ходят от одного специалиста к другому специалисту. Итак, наши коллеги-американцы посмотрели по своей базе СИР от обращения первичного звена пациента с нейроэндокринной опухоли до постановки диагноза проходит в среднем от 5 до 7 лет. Да, действительно, это очень специфические пациенты, и их неспецифические симптомы приводят к запоздалой диагностике нейроэндокринной опухоли. Особенно у пациентов с функционирующими опухолями. Когда я прихожу на прием в поликлинику, мне часто уже говорят регистраторы то, что Анастасия и Константин, ваши пациенты пришли. Да, действительно, это достаточно специфические пациенты, еще раз повторюсь, что особенно с функциональными, с функционирующими опухолями, потому что, во-первых, это покраснение кожных покровов, это, безусловно, психоэмоциональная неустойчивость пациента, и поэтому, конечно, зачастую один специалист направляет к другому специалисту, да, пациенты очень часто скандалят эти, потому что, безусловно, выброс серотонина в крови у них происходит очень длительно и часто. Вот. И порой пациент приходит на прием и говорит о том, что первые жалобы у него действительно появились 9-10 лет назад. Что же нам помогает и, в принципе, что мы должны диагностировать у пациента с нейроэндокринной опухолью? Безусловно, нужно постараться определить локализацию первичной опухоли, определить наличие либо отсутствие метастазов. Еще раз повторюсь, что обязательно нужно понимать, имеем мы дело с функционирующей опухолью или не функционирующей опухолью. Но и морфологическая характеристика опухоли, а именно иммуногистохимическое исследование, конечно же, необходимо выполнять данным пациентам. Но здесь, наверное, все-таки как памятка онкологу, потому что Павел Иванович уже очень прекрасный, очень внимательный, уже нам рассказал по поводу ПЭТ-КТ. Но, тем не менее, я повторюсь, что ПЭТ-КТ с галлием 68-м, дотатейт и дотанок мы выполняем пациентам с индексом пролиферации менее либо равно 10%. На ПЭТ-КТ с 18-фторд из оксиглюкозы назначаем пациентам с индексом пролиферации выше либо равно 55%. Что делать с той группой пациентов, которые имеют индекс пролиферации от 10 до 55%? Но, как уже сказал Павел Иванович, конечно, лучше начинать при первичной диагностике и с того, и с другого исследования, да, необходимо, вернее, желательно бы назначить этим пациентам и ПЭТ-КТ с галлием 68-м, и ПЭТ-КТ с 18-фторд из оксиглюкозы. А дальше уже в динамике смотреть, да, где больше светилось, какой больше контраст показывал, и уже использовать в качестве оценки проводимого лечения. Что касается функционирующих опухолей, чаще всего они встречаются при локализации опухоли в средней кишке и вызывают карциноидный синдром. Но симптомы некарциноидного синдрома, как я уже говорила о том, что это приливы, диарея, поражение клапанов сердца, телеангиоэктазии, покраснение кожных покровов и психоэмоциональное возбуждение у пациентов часто бывает. Что касается карциноидного сердца, и почему я конкретно останавливаюсь именно карциноидной болезни сердца. Вот в 10-15% случаев наблюдается поражение клапанов левого сердца, но чаще все-таки поражаются правые отделы сердца. У каждого пятого больного карциноидная болезнь сердца может быть началом клинических проявлений функционирующих нейроэндокринных опухолей, как это было у нескольких наших пациентов. Когда они обращались в институт Алмазова, им диагностировали карциноидное сердце, грамотные опытные УЗИ-специалисты, и далее уже смотрели у них маркеры, компьютерную томограмму брюшной полости малого таза и выявляли нейроэндокринные опухоли. Таким образом, пациент длительное время живет, не подозревая о том, что у него есть карциноид и развивается карциноидное сердце, и только после формирования карциноидной болезни сердца у пациента проявляются различные жалобы и осложнения. Почему важно диагностировать карциноидное сердце? Конечно, это снижение уровня серотонина, это ключ к снижению повреждения клапанов сердца. Таким образом, как только мы диагностируем карциноидную болезнь сердца, то необходимо сразу назначать аналоги соматостатина в данной группе пациентов. Какие биохимические обследования необходимо выполнять пациентам с нейроэндокринным опухолем? Чаще всего, конечно, мы назначаем пациентам хромогранин А, серотонин в крови и 5-оксиэндолоксную кислоту в моче. У пациентов с нейроэндокринными опухолями легких средостений мы также смотрим нейронспецифическую янолазу. И если мы имеем дело с метастатическим процессом, то мы смотрим данные маркеры каждые 3-4 месяца. Если все-таки мы имеем дело с радикально пролеченными пациентами, то данные маркеры мы выполняем один раз в год. Еще раз повторюсь, Анна Сергеевна сегодня уже очень внимательно, очень подробно рассказала нам про индекс пролиферации КИС-67. Еще раз остановлюсь и скажу о том, что все-таки если выполняется иммуногистохимическое исследование и пишут, да, это нейроэндокринная опухоль, пишут Грейт, но тем не менее не считают КИС-67. Патоморфологи, вы уж любезно их попросите, чтобы посчитали индекс пролиферации, посмотрели, потому что все-таки от этого зависит выбор тактики лечения у данного пациента. И в настоящий момент подсчет индекса пролиферации КИС-67 крайне необходим и обязателен для пациентов с нейроэндокринными опухолями. Что касается лечения, да, конечно, копилка препаратов для лечения нейроэндокринных опухолей, она не такая большая, да, и поэтому, конечно же, желательно грамотно распределять данные препараты для того, чтобы очень длительно лечить данную группу пациентов, учитывая то, что опухоль сама по себе протекает достаточно индолентно, благоприятно, и вы должны понимать, что если на приеме у вас пациент с нейроэндокринной опухолей, что вы, вероятнее всего, будете лечить его 5, 10, а то 15, 20 лет, и, соответственно, все это время вам нужно будет предлагать ему те или иные препараты. И сейчас, в настоящий момент, у нас есть и таргетная терапия, и аналоги с аматостатина. Единственное, чего, конечно, не хватает, как говорил уже Павел Иванович, да, это радиозатопная терапия с лютецией, но мы все-таки надеемся, что скоро, в скором времени и Российской Федерации будет доступна данная опция. Что касается аналогов с аматостатина, то это основные системные препараты для лечения нейроэндокринных опухолей, и, как раньше считалось, что аналоги с аматостатина чаще всего используются для оккупирования карциноидного синдрома, то после двух проведенных исследований калоринет и промид мы используем данные препараты и с антипролиферативной целью для высоко дифференцированных опухолей G1-G2 с кейшей от 7 менее, либо равно 10%. Так вот, исследование про МИД, это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, сандостатин и ЛАР. В исследование включено было 85 пациентов, включались высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли средней кишки и местные нерезиктабельные или метастатические. Соответственно, рандомизация была в два рукава, и пациенты получали лечение, либо не получали его до прогрессирования. Соответственно, в результате данного исследования мы увидели, что те пациенты, которые получали сандостатин и ЛАР, они имели преимущество по времени до прогрессирования 15,6 месяцев против 5,9 месяцев у пациентов, которые не получали лечение. Далее стартовало исследование калоринет, это рандомизированное плацебо-контролируемое исследование третьей фазы применения ланреатида для контроля нейроэндокринной опухоли. Но здесь исследование было более избирательное. Пациенты включали с гистологически подтвержденным, распространенным нейроэндокринными опухолями энтеропанкреатической зоны, умеренно дифференцированные, кишки от 7 менее 10%, местные распространенные, неоперабельные или метастатические нефункционирующие. Пациенты получали лечение до прогрессирования. Итак, та группа пациентов, которая получала ланреатит, медиана времени без прогрессирования была не достигнута через 24 месяца. И дальше уже было исследование продленное, калоринет ОЛЕ. Тем мы увидели, что медиана времени без прогрессирования оказалась продолжительной для пациентов с нейроэндокринной опухоли и средней кишки. И составило 61,5 месяцев. Наши коллеги, наши польские коллеги, провели прямое сравнение октриотида и ланреатита. В результате получилось, что те пациенты, которые получали самотелин-аутажель, выигрывали во времени без прогрессирования 22 месяца против 7 месяцев. Что еще очень важно знать практическому онкологу? Конечно же, правильность выполнения инъекций влияет на выраженность карциноидного синдрома. Важно, да, действительно, это очень важно. И если у вас пациент получает все-таки октриотит ДПО, то обращайте внимание на то, как глубоко вводят инъекции. Все-таки внутримышечная эта инъекция или сестра делает подкожную инъекцию. Потому что вот было проведено исследование на 115 пациентов. И тем пациентам, которые октриотит ДПО вводился подкожно, то есть неправильно выполненные инъекции, мы получали среднее количество приливов выше в 3 раза. Что касается ланреатита, то путь его введения не влияет на формакокинетику. Его можно вводить как подкожно, так и внутримышечно. Что касается клинических рекомендаций по лечению нейроэндокринных опухолей, то, конечно, зато отведенное мне время очень сложно остановиться на каждой локализации. Но вот на примере местно распространенных или метастатических нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта я отмечу, что, еще раз повторюсь, что нейроэндокринные опухоли с низким уровнем КИ-67 до 10%, это индолентные опухоли, благоприятный прогноз, они достаточно долго текут. И, соответственно, мы используем у этих пациентов как циторедуктивные операции, так и радиочастотные обляции, то есть местные методики. Мы назначаем им и аналоги с аматостатина, и таргетную терапию. Не забывая про методы локального воздействия, если у пациента прогрессирование наступает, например, метастазы в печени. И также мы можем использовать и наблюдения. То есть если низкий уровень КИ-67, 1%, а если у пациента есть несколько очагов, за которыми можно наблюдать, то мы имеем полное право и наблюдать за этими очагами. И если увидим, что рост опухоли, то, соответственно, уже назначаем то или иное лечение на выбор. Вот хочется привести клинический пример наблюдения молодого мужчины 1974 года рождения, у которого в 2015 году повысилось артериальное давление до 230 на 110 мм тутного столба и беспокоили его приливы. При дообследовании выявилось образование в области тонкой кишки. Пациенту в январе 2016 года была выполнена комбинированная резекция тонкой кишки и атипичная резекция 6 печени. Гистологический и иммуногистохимический диагноз звучал как нейроэндокринная опухоль G1-67-3%. И прекрасно выполнена операция хирургами, но, видимо, не хватило в мультидисциплинарной команде клинического онколога. И пациенту назначает 6 циклов химиотерапии по схеме со сплотим плюс этапозит, после чего пациент наблюдается. В мае 2019 года у пациента выявляется множественная метастаза в печени. Ему снова блестяще выполняют операцию хирурги в мае 2019 года, лапароскопически ассистированную атипичную резекцию печени. И далее снова не хватает мультидисциплинарной команде клинического онколога, потому что пациенту назначают вторую линию лечения, 6 циклов химиотерапии по схеме со сплотим и топозит. Пациент весельчак улыбается, говорит, ну ничего, нормально, переносил химиотерапию, выдержал, самое главное, выжил. Далее в июле 2020 года пациенту выполняется МРТ, пациент стабилизации опухолевого процесса по метастазам печени, и вот он приходит к нам на прием в городской клинический онкодиспансер. Назначаем мы ему ПЭТ-КТ с галлием 68-м, в ноябре 2020 года он его выполняет, и мы видим, что у него имеется ПЭТ-КТ-картина позитивных очагов печени, внутрибрюшных лимфоузлов, очаги гиперфиксации в проекции головки поджелудочной железы и по ходу тазовой брюшины. Но, безусловно, назначаем биохимические маркеры, видим то, что у него есть биохимический карциноидный синдром, серотонин 320 при норме 220 нанограмм на миллилитр и небольшое повышение 5-оксиэндолуксной кислоты в моче. Пациенту назначается ланреатит 120 мг один раз в 28 дней. В настоящий момент ПЭТ-КТ мы еще ему не делали, но биохимические маркеры существенно снизились на лечение аналогами соматостати на пациент, продолжает наблюдаться, мы планируем выполнить ему ПЭТ-КТ. То есть, таким образом, конечно, хочется сказать, что данные пациента должны лечиться мультидисциплинарной командой. Еще вот пару слов хочу сказать все-таки, почему так важно разделять нейроэндокринную опухоли G3 и нейроэндокринную карциному, на чем уже останавливалась Анна Сергеевна. Да, действительно, их прогноз отличается, пациенты с нейроэндокринными опухолями G3 живут дольше, и ответ на лечение их тоже отличается. Так, все-таки, при нейроэндокринных опухолях G3 лучше использовать схемы лечения Folfiri, Folfox, тимозоламид плюс капицитабин, а у пациентов с нейроэндокринными карциномами использовать препараты цисплотин и этапозит. И вот новые ингибиторы тирозинкиназ, которые сейчас исследуются при нейроэндокринных опухолях, и ключевые исследования иммунотерапии при нейроэндокринных опухолях, результаты которых мы, конечно, с нетерпением ждем. И в заключении своего краткого доклада хочу сказать, что да, действительно, пациенты с нейроэндокринными опухолями должны лечиться в экспертных центрах. Потому что по данным исследований, те пациенты, которые проходят лечение и наблюдаются в экспертных центрах по нейроэндокринных опухолях, их, конечно, выживаемость лучше, чем те пациенты, которые лечатся не в экспертных центрах. И, соответственно, еще раз благодарю за приглашение, да, и надеюсь, что в результате данного вебинара пациенты уже с нейроэндокринными опухолями будут обращаться именно в экспертные центры для назначения правильного лечения.